Конкурс профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений Брянской области проводится раз в два года. Это возможность продемонстрировать знания, умения, творческие достижения и посоревноваться за звание лучшего. Часто зрители видят только красивую картинку, прекрасное выступление, хорошо поставленный номер, грамотно организованное мероприятие. Но мало кто представляет, какой большой организационный труд стоит за этим. Конкурс проходил в период сентября по ноябрь этого года в два этапа. Участники представили заявки с фото- и видеоприложениями. Из 15 претендентов в финал вышли шесть. В итоговый день им предстояло пройти три задания областного конкурса. Представить себя в визитной карточке к вершинам мастерства, рассказать о деятельности учреждения культуры, которые они представляют, и провести интерактивную игровую программу со зрительской аудиторией. Мы создали коллективы, коллективы театральные. Это театральный коллектив «Эффект», театральный коллектив «Маска», театрально-хореографический коллектив «Альтернатива». Декоративно-прикладные коллективы у нас есть. Это получается льняная нить, сами с руками. Моя фишка в том, что все построено, как вы уже заметили, на вокальном мастерстве. Все представлено в виде песен, частушек, игра в том же направлении. Я пою и дарю людям радость. При определении победителей члены жюри прежде всего оценивали, насколько хорошо участники знают культурные традиции и историю Брянского края. Ведь главная задача районных домов культуры – возрождать исконные обычаи и обряды своих предков. Будем оценивать их организаторские способности, дальше актерские способности, потому что сегодня они и ведущие, они и ведут коллективы. Это и театральные, и вокальные, то есть вот как они владеют творческими возможностями. Затем мы будем смотреть, как они могут импровизировать, как они могут в каких-то неожиданных ситуациях себя проявлять. По итогам Брянского областного конкурса звание «Лучший клубный работник-2021» было присвоено художественному руководителю Злынковского культурно-досугового объединения Виталию Кияшко. Остальные участники получили грамоты лауреатов 1, 2 и 3 степени. Мероприятие проходило в формате COVID-free zone. Все присутствующие предъявили либо QR-код о прохождении вакцинации от COVID-19, сертификат о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Марина Николаева, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.